Здравствуйте, мои дорогие! С вами ваша бабушка Соня. Ави был обыкновенный израильтянин, израильский парень, который родился, пошел в садик, школа 12 лет, аттестат зрелости, армия. А вот в армии Ави попал в спецназ, прошел очень сложный конкурс, умел прыгать с парашютом, умел выживать в густой чаще леса, умел выбираться из самых сложных ситуаций, умел ориентироваться на местности в пустыне, среди скал. И вот Ави подошел к концу срок его службы, и Ави решил посмотреть мир. Он побывал в Индии, приобрел интересный духовный опыт, немножко посмотрел Европу, но самая большая его мечта была попасть в джунгли Южной Америки. Бассейн-реки Амазонки, он много читал материалов, он проштудировал разные возможности маршрутов, и в конце концов он выбрал самый сложный маршрут. И когда он прибыл на место назначения, его встретили провожатые, которые объяснили ему, что есть три степени сложности маршрутов. Ави сказал сразу, что он выбирает самый сложный маршрут. И когда провожатые сказали, сколько стоят их услуги, Ави к их удивлению отказался и сказал, мне провожатые не нужны, я прекрасно умею ориентироваться на местности сам. Провожатые пытались его отговорить и сказали, что в джунглях очень тяжело ориентироваться, но Ави только усмехнулся. Он спецназовец, который умел, следопыт, который умел ориентироваться по сторонам света, по малейшим признакам кустов, ёлок. Я не должна вам рассказать, я всё равно этого не знаю, не понимаю. И когда провожатые удивлённо переглянулись между собой, они его спросили, ты израильтянин? Ави очень удивился и сказал, откуда вы знаете? Они говорят, на нашей памяти только три человека отказались от провожатых, все три были израильтяне, ты четвёртый. Ави говорит, ну и как? Они с успехом вышли из джунглей. Провожатые ничего не сказали, дали ему какие-то ценные указания. Ави загрузил рюкзак. Они ему объяснили, что маршрут такой три дня туда, потом он должен один день сделать какой-то привал, отдых и три дня обратно. Ави сказал, очень хорошо, через неделю мы с вами увидимся здесь, на этом месте, и вы увидите, что я выйду в целости и сохранности из джунглей один. Мне не нужен никакой провожатый. И вот Ави пошёл. Конечно, ночью было страшно. И палатка, которую он ставил, и закрывал, и всячески её задраивал. Кровь стыла в его жилах от звуков, которые он слышал, джунгли. Это было новое впечатление в его жизни. Страшно. Но Ави привык к сильным ощущениям, к адреналину. На четвёртый день он устроил себе дневной привал, он отдыхал. Когда нужно было на четвёртый день отправляться в обратный путь, Ави собрал палатку, спрятал, как мог, консервные банки, что мог, закопал, и отправился в обратный путь. Три дня идти в обратную сторону. И за несколько часов до назначенного времени, чтобы выйти к той деревушке, из которой Ави начал свой путь, Ави увидел небольшой холм. Он на него взобрался для того, чтобы посмотреть, на всякий случай, правильно ли он идёт, всё ли в порядке, и в его глазах потемнело. Буквально в километре от себя он увидел ту полянку, на которой он был три дня назад. Остались остатки консервных банок, разбросанные салфетки. Ави чуть дурно не стало. Он шёл три дня, и по идее он должен был уже прийти к той деревушке, и выяснилось, что все эти три дня он шёл, как ему казалось, по прямой, но он, оказывается, шёл по кругу. Буквально в видимости глаза была та полянка, на которой он был три дня назад. Ави стало плохо, он сел, заплакал, и тут он понял, что он, видимо, заблудился. Он забрался на ближайшее высокое дерево, посмотрел километры вокруг. На все четыре стороны был сплошной зелёный лес. И даже намёка не было на какое-то жильё. Ави до такой степени растерялся, он никогда в жизни не был в такой ситуации, что он не знал, куда идти. Он пытался сориентироваться по солнцу, он пытался сориентироваться по деревьям. И в таком случае, примерно, как он подумал, в какую сторону он должен идти, он пошёл. Через несколько часов он обнаружил на тропинке какие-то следы, сломанная ветка, что-то ещё. И тут он понял, что это его собственные следы, которые он оставил несколько часов назад. Он продолжал ходить по кругу, абсолютно этого не ощущая. И тогда он понял, что он попал. И как выбираться из джунглей, он не знал. Приближался вечер, он абсолютно, он уже должен был вернуться обратно, но он понял, что он также далёк от цели, а может быть удалился ещё дальше, чем он был, когда он выходил из деревни. Он опять развернул палатку, посмотрел, сколько у него продуктов в рюкзаке, насколько ему ещё хватит, пересчитал спички, потому что ему нужно было как-то разводить огонь. С ужасом увидел, что пищи хватит максимум на... Если делить, если половину пайка, скажем так, разделить это всё в половину, ему может хватить ещё полтора-два дня, и всё. Он не рассчитывал быть больше, чем неделю. Он опять не выдержал, он заплакал и заснул. Через какое-то время он почувствовал, что кто-то касается его тела. Он в ужасе вскочил, подумав, что его зверь пробрался в палатку и увидел около себя бородатого, обросшего человека. Он с ужасом уставился на него и спросил его по-английски, кто он такой. И вдруг этот человек сказал ему, шалом. Ави говорит, шалом. Он говорит, я так понимаю, что ты говоришь на иврите. Они перешли на иврит, и Ави говорит, ты кто? Он говорит, я... я в джунглях живу. Он говорит, что значит, ты живёшь в джунглях? Он говорит, зовут меня Моти. Я вышел когда-то в путешествие по джунглям и не взял провожатых. И я заблудился. И с тех пор я живу в джунглях, потому что как выйти из джунгля, я не знаю. Ави с таким ужасом его спрашивает, сколько лет ты так живёшь? Моти говорит, 20 лет. Ави чуть плохо не стал, он чуть сознание не потерял. Тогда Моти рассмеялся и сказал, шутка, не переживай. Я пришёл, чтобы вывести тебя из джунглей. И тогда Ави спросил, чтобы ты вывел меня из джунглей? Откуда ты знаешь, что я здесь? Тогда Моти сказал, я получил звонок от провожатых, что есть один человек, израильтянин, который пошёл в джунгли один. У нас договор, что как только появляется вот такой человек, который хочет выйти один, они мне звонят. Я быстро приезжаю на своём джипе и иду следом за тобой, чтобы убедиться, что ты так же, как я, не можешь сам выйти из джунглей. Что значит следом? Ави ничего не понимал. У него от переживаний кружилась голова, его подташнивало. И тогда Моти сказал, я был такой же, как ты. Ровно 20 лет назад, после армии, после спецназа, я приехал сюда для того, чтобы показать всему миру и всему свету, что я могу справиться сам. И я в джунглях заблудился точно так же, как ты. Когда мои провожатые, я оставил там свой адрес, я оставил, куда позвонить, и мне повезло, они созвонились с Израилем, они нашли моего отца, и они сказали, что я потерялся. Потому что кроме моего отца никто бы меня здесь искать не стал. Мой отец приехал и на вертолете кружил несколько дней, и каждый раз сбрасывал посылки. И в этих посылках были спички и специальное вещество, которое можно было зажечь, и столб дыма поднялся бы над деревьями. И когда я слышал, что над джунглями кружит вертолёт, а меня искали две недели после того, как отец приехал, это всё взяло какое-то время, он говорит, я разжёг этот костёр специальный с сильным дымом, и меня таким образом нашли, и меня спасли. И он говорит, что всё это мероприятие заняло полгода, я полгода выживал в джунглях один. Ави говорит, ты полгода провёл в джунглях? Да, сказал Моти. Пока сообщили моему отцу, пока он приехал, пока он организовал, пока он заплатил полгода, я полгода, только через полгода я попал обратно домой в Израиль. Ави говорит, и что случилось потом? Моти сказал, а потом случилось такое, что я поняв, что кто-то ещё может так же попасть в такую же неприятность, как я. Я приехал сюда спустя год. Я облетел на вертолёте над всеми джунглями. Я составил подробнейшую карту, как выходить, как входить в джунгли и как выйти из джунгли. Как ты шёл обратно? Я уже примерно знаю. Тут такие тропы, что если ты идёшь, и тебе кажется, что ты идёшь прямо, тебя всё время заводят по кругу. Вот карта, которую я составил. И по этой карте мы с тобой пойдём обратно. У нас это займёт четыре дня пути, потому что ты кругами отдалялся постепенно от деревни. И тогда Ави сказал, боже мой, эта карта совершенно нелогичная. Я в жизни бы так не пошёл. Правильно сказал Моти. Только тот, кто сверху, только тот, кто видит все эти джунгли, только он видит пути, способы пути, как выбраться из этих джунглей. Мы с вами находимся в недельной главе Мишпат-Имзакона. Какое отношение это имеет к нашему рассказу? Человек попадает в эту жизнь. Он рождается. И он попадает в эти джунгли. И в этих джунглях нужна особая карта. Карта, которая состоит из законов, как жить в этом мире, как жить, чтобы не заблудиться, как жить, чтобы не пропасть в этих джунглях. И если человек будет жить в этом мире своим умом, своими законами, своими понятиями, своей логикой, он может заблудиться. И только нужно подняться над этой жизнью, подняться над этой реальностью. А это может сделать только тот, кто этой жизни не принадлежит, только тот, кто над этой жизнью. Всевышний, только Всевышний, который над человеком, над реальностью, только он может нам дать извне, в эти джунгли, в этот дремучий лес, который называется жизнь, законы, по которым мы будем идти как по карте. Дорожная карта, которая выведет нас правильным путем. И только так мы можем жить и ориентироваться в этой жизни. Когда мы читаем Тору, именно в Торе 613 заповедей, что можно делать, что нельзя делать, иногда нам это кажется настолько нелогичным, иногда нам это кажется настолько отличным от нашей логики, но мы должны знать, что наши мысли – это не мысли Бога, наша логика – это не логика Бога. И нужно всецело положиться на Всевышнего. И поэтому глава Мишпаты, который дает нам так много законов, как жить, что такое хорошо и что такое плохо, вечный, вечный наш, вечная дилемма. Крошка, сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Так вот, что такое хорошо, знает только Всевышний. У каждого человека свои понятия о том, что такое хорошо и что такое плохо. И мы прекрасно помним войны и катастрофу, когда в отдельно взятом государстве было очень хорошо убить еврея. Это был хороший закон этого государства. И поэтому по-настоящему знать, что такое хорошо и что такое плохо, знает только Всевышний. А нам нужно просто взять в руки эту книгу, которая называется «Тора» и выполнять эти законы. И тогда мы обязательно выйдем из этих джунглей и никогда в жизни не потеряемся. С вами была ваша бабушка Соня. Субтитры создавал DimaTorzok